Привет-привет, с вами Алена. Всех с новогодними праздниками, ну а я продолжаю вас радовать контентом. Здесь у меня ручки, с которыми мне нужно было поработать в предновогодние дни. Вот такой интересный у нас дом. Один пальчик потерялся, точнее ноготок. На остальных мы наблюдаем клюющие ногти, очень сильно растут вниз, все по-разному, потому что они все натуральные. Ногти здесь не поднимали и выравнивали просто мягкой базой. Конечно, в такой ситуации этого делать я крайне не советую, все-таки если ногти клюют, и если они натуральные и очень длинные, материал должен быть твердым, а архитектура соответствующей. Поэтому мы решили убрать все и нарастить, потому что спасать здесь было совершенно нечего, практически на всех ногтях были трещины по стрессовой зоне, как, допустим, на безымянном пальчике. В общем, терять было нечего, ловить тоже, поэтому было решено, все спиливаем, убираем и делаем американские ногти. Американские ногти – это техника наращивания, которая мне в последнее время очень-очень полюбилась. Потому что это быстро, просто, и мне кажется, что сможет каждые два часа неспешной работы, и у нас маникюр с наращиванием, дизайном и сложным предыдущим снятием. В общем, все в одном, просто полный комбо, и главное, что работать одно удовольствие, и сразу идеальный красивый результат. Многие недолюбливают такой способ наращивания ногтей, но, поверьте, стоит только пару раз попробовать, и вы уже не захотите делать ничего остального. Хотя, безусловно, я не отрицаю другие виды моделирования ногтей, как шаблоны нижней формы, а ниже, да, такие варианты, допустим, как работа с верхними формами, почему бы и нет. Ну, еще много всего разного сейчас напридумывали, но у нас сегодня американские ногти. Почему они так называются? Ну, потому что первый раз я это увидела на американских страничках в социальных сетях. Мне стало очень интересно, и я рассматривала часами их работы, пересматривала их эфиры, слушала, как они там это обсуждают, что они рассказывают, какие-то секретики. Ну, в общем, подсела я на это дело и решила их заказать. Ну, а мы сейчас переходим к подготовке ногтей. Здесь все очень просто, подготовка будет стандартная. Саму ногтевую пластину я готовила пилочкой 180 грит в одну сторону, подняли чешуйки, дальше прошлись фрезами, срезали кутикулу, и, в общем-то, мы готовы к примерке типс. Эти типсы выглядят пластиковыми, и в каком-то смысле слова они пластиковые и есть, но на самом деле они называются гелевые типсы. Но прикол в том, что гель, база и все, чем мы работаем, это полимеры, а, соответственно, это тоже вид пластика. Поэтому пластиковые или гелевые, как вы их будете называть, это совершенно не важно. Главное, что это работает при правильной подготовке сверху и снизу посредством крепления на гель, на базовый гель, как у меня. У нас получается абсолютная монолитная конструкция, и чем вам ни наращивание, главное, что это держится, готовится и делается быстро, и клиенты просто в восторге от идеальных результатов. А еще я видела комментарии на тему того, что как же они носятся, ведь у них нет архитектуры. Здесь тоже неверная догадка, потому что архитектура у них на самом деле есть, она уже заложена в форму самой типсинки. Там внутри есть нужная толщина в определенных местах, поэтому все работает как надо и носится просто на ура. Для крепления таких типс я буду использовать лампу-малышку, она нужна только для фиксации. Но дальше досушиваем уже в большой полноценной лампе. После того, как типс установлен, я обязательно прокрашиваю изнутри те самые изнаночные стороны ногтей для того, чтобы блестело. И если вдруг где-то остались какие-то небольшие дырочки и пространство, мы туда зальем топ, и будет нам большое вселенское маникюрное счастье. Дальше готовим ноготь уже с лицевой стороны. Для этого я использую бафик, он у меня приклеен на ту сторону пилки. Баф очень мягкий, и все, что нам нужно, это просто придать матовость самой типсе для того, чтобы дальше держались цветники или дизайн, что мы будем делать. По необходимости я подпиливаю немножечко по бокам, чуть заужая форму. И такое решение, конечно, я принимаю на месте, кому-то делаю, кому-то нет, смотря какая ногтевая пластина. Ну, а теперь мы переходим к дизайну. Кстати, я забыла совсем сказать, что, наверное, очень странный выбор типс вы сейчас смогли отметить. Они сразу идут цветные. Ну, точнее, они чуть-чуть витражные, такие черный витраж. Я называю это колготочкой, потому что очень похоже на черные капроновые колготки. И такой эффект раньше мы делали, разбавляя базу лютоп с черным цветом. Наносишь это, и получается вот такой вот вуалевый вариант. Но у меня есть уже готовый черный прозрачный, поэтому я решила налепить его, чего бы нет, если да. Дальше мы переходим к дизайну. На нескольких ногтях у нас будет френч. Как видите, я сейчас его рисую. И френч этот неправильный, то есть не русский френч, не по нашим правилам, потому что он слишком широкий. По нормативам, ширина френча в нижней части должна быть приблизительно 1,8 от всей длины ногти, от кутикулы до свободного края. Но здесь такой возможности не представляется, по причине того, что тип с витража, то он прозрачный, и мы видим свое ложе. Поэтому френч будем рисовать так, как он бы был, если бы это были натуральные ногти. То есть за ложе мы берем наши ложи. Ничего не удлиняем, ничего не увеличиваем. Крашу я черным лаком. Я не рисую френч гель красками. Мне это долго не нравится, как она размазывается. Поэтому рисуем просто гель лаком плотным, чтобы точно не просвечивало. У меня он просыкает хорошо. Кстати, чтобы лаки хорошо просыхали, нужны не только хорошие лаки, но и хорошие лампы. Ну так, на заметочку. А теперь переходим к другому пальчику. Пальчик просто центр маникюра. Это палец с тигринным принтом. И тут мнения тоже у нас делились, потому что кто-то говорит, что надо делать это стендинг. Стемпингом это быстрее. Я рисую это от руки, потому что для меня это вообще такое что-то медитативное. Я прям успокаиваюсь, когда такие вещи делаю. Мне легче рисовать кистью, потому что это банально быстрее. Если у кого-то так не получается, конечно, берите стемпинг. Просто я не особо люблю пачкать пластины и почем зря вонять ацетонами. Но тут тоже на вкус и цвет, как говорится, кто-то говорит, ой, стемпинг, моя любовь. Я тоже ценю, уважаю стемпинг. С ним есть масса возможностей. Но когда я понимаю, что я в принципе в состоянии сработать ручками, кисточками, то почему бы и нет. И этот дизайн я тоже нарисовала гель-лаком. Просто черный, плотный гель-лак. И, конечно, вы спросите, что это за марка. И я, естественно, на этот вопрос отвечу. Это торговая марка и меню. У них прекрасный черный. Тоже один из тех цветов, которые я использую часто. И белый тоже у них плотный. Наряду с торговой маркой Ньютон или Дива, например. Ой, слушайте, сейчас не вспомню. А, еще Севентонс мне тоже понравились. Космопрофи неплохие черные и белые. В общем, сейчас производители нас радуют просто все больше и больше. Ну, а мы тем временем уже заканчиваем наш маникюр. И я наношу топ. Конечно, здесь нужно нанести немножко с выравниванием. Для того, чтобы сгладить границу френча и самой типсы. И, как видите, мне не нужно было перекрывать базой или гелем. Все это точно будет носиться. Мы проверяли. Ну, а те, кто досмотрели уже до конца, вам я говорю большое спасибо. Если не жалко, поставьте мне пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Ведь именно ради ваших реакций я и работаю. Ну, а мы уже можем наслаждаться вариантом нашего маникюра. Не забываем про увлажнение. Обязательно всегда наносим масло. Ну, а с вами была Алена. Пока-пока. До новых встреч. Берегите себя и свои ногти.